Ягор Крусталёв Ягор Крусталёв Итак, чем сейчас занимается чемпион мира по шашкам? В данный момент как раз готовлюсь к чемпионатам мира, очередному, который пройдёт в Голландии через месяц. Гантворк Анатолий Абрамович народился в 1948 году в Минске. В 16-м году стал маэстром спорта по шашкам. После школы в 65-м году поступил в университет на математичный факультет. Звание гроссмайстера отрымал на третьем курсе университета. Женился в 71-м году. Женку зовут Лиля Майдачку. Заслуженный маэстр спорта СССР, международный гроссмайстер, чемпион света 78, 80, 84, 85 годов, владельник Кубка света, шматкратный чемпион Европы в командных заликах, шматкратный призёр особистых европейских чемпионатов. На сегодняшний день Анатолий Гантворк прошёл зональный отборочный турнир и чемпионат республики и рыхтуется до чемпионата Нидерланды-Беларусь, который отбудется в 26-29 снежне 1994 года. В рейтинге Международной федерации шашек на 1 липень 1994 года Гантворк Анатолий Абрамович взаимает 7 место. Вы знаете, я вам расскажу одну такую небольшую историю. В тот момент, когда вы дали согласие на участие в нашей передаче, наш ассистент-режиссёр обронил такую фразу, которая вызвала у нас смех. Она сказала, наконец-то у нас в передаче будет спортсмен. Вы понимаете, почему, скажем, это вызвало смех? Ну, я могу догадываться. Ну, в принципе, я вот советовался спортсменам, которые как бы занимаются, ну, как-то вот, здравствуют наши физические культурники. Вот физические культурники никогда, скажем, шахматистов и шашечников своими не признают почему-то. Вас также не признают своими ни художники, ни учёные. Это какая-то такая очень особенная, очень специфическая, если вы разрешите в этом смысле сказать слово, тусовка. Ну, вообще говоря, с этим приходится сталкиваться давно. Это, знаете, сейчас это уже как-то не так важно. Конечно, в юношеские годы, когда я занимался шашками, то это вызывало определённое неудобство, когда к тебе относились вот именно не как к спортсмену, не как вообще человеку, занимающемуся серьёзным делом. Но я думаю, что это, в общем-то, обычный дилетантизм, который характерен во многих областях, когда люди плохо представляют то, чем занимаются другие. Как для обывателя, простите, ради бога, я не очень здорово разбираюсь во всём в этом деле, но мне странно было, скажем, слышать там, скажем, как выглядит такое понятие, как тренировки по шашкам, или хорошей спортивной форме подошёл к турниру по шашкам. Ну, я думаю, что это, как и в любой области деятельности, если ты чувствуешь себя хорошо физически, и чувствуешь... Ну, обычно есть спарринг-партнёр, допустим, при подготовке, если ты хорошо играешь с этим спарринг-партнёром, а так же, как в футбол перед чемпионатом мира, проводятся контрольные матчи, и всегда чувствуешь, если хорошо идёт игра, хорошо думается в данном случае, хорошая физическая форма, значит, считается, что хорошо подготовлено. Это прежде всего соперничество, поэтому это и спорт. Хорошо, в принципе, это я могу, с этим я могу согласиться. Скажите, ну вот, если соперничество, когда вы сидите напротив своего соперника, чем вы с ним, в чём вы с ним соперничаете? Что это? Борьба интеллектов, борьба выдержки, борьба физического состояния, в конце концов? Борьба, прежде всего, это, конечно, в игре. Но, естественно, при прочих равных условиях присутствуют элементы психологии. Присутствует, естественно, какая-то борьба интеллектов, хотя, вы знаете, в своё время Эйнштейн, он дружил с Ласкером, и он не оправдывал его область деятельности, вот в данном случае влечение шахматами, он считал, что это деятельность, когда один интеллект подавляет другой. Вы пишете, что один из ваших долгих соперников, Андрис Андрейко, применял против вас приёмы психологического воздействия. Что это такое? Ведь мы же изучаем соперников. Когда я готовлюсь к чемпионату мира, я просматриваю партии, и по партиям представляю образ соперника, и знаю его слабые стороны. Ведь партия, где-то по партии можно судить о характере человека, по сделанным ходам, ну, то есть, если рассматривать профессионально, и, зная слабые стороны соперника, можно использовать какие-то психологические моменты. Ну, а вот как до приёма психологического воздействия? Что он там, ругается тихо, или там пинает вас под столом? Ну, пинает это слишком, но, вы знаете, всегда можно что-то придумать. Андрейко, это были какие-то резкие движения. Вот человек, допустим, сделает ход, может очень быстро прогуливаться, и это может отвлекать другого человека, может кашлять во время твоего хода, поправлять шашки во время твоего хода. Ну, целый ряд моментов, которые, конечно, человек воспитанный, и который корректно ведёт себя, он, в общем-то, никогда этого делать не будет, но даже сильнейшие шашисти у нас, иногда, это просто привычка бывает плохая. То есть, бывает это независимо. Скажите, пожалуйста, ну, просто всё-таки шашки не такой зрелищный вид спорт, который, например, как мне, Катя Леонечку, сложно показать, как, значит, красиво показать шашечную борьбу. А на самом деле, оказывается, существует столько подводных камней, покашливания, прогуляний. Вы знаете, конечно, вот то, что вы сказали о зрелищности, это действительно так. Я как-то пригласил своего друга, он очень хотел посмотреть, и когда он посмотрел, вот сидел, пять часов смотрел, после этого он сказал, смотрится, как выиграет, то же самое, что смотрится, как трава растёт. Дорогие друзья, мы вернёмся к вам через минуту. Наш гость, международный гроссмейстер Анатолий Гантворк. Долгое время для нас, как за ширмой находилось то, что чемпионат мира, это, в общем, такое очень коммерческое мероприятие. И огромнейшие гонорары получают лучшие шашисты и шахматисты. Скажите, вот в 78-м, 80-м, 84-м, 85-м году вы хотя бы знали, какой гонорар должен был получить чемпион мира? Знаете, вы можете не поверить, но я-то знал, сколько положено призы, которые были объявлены организаторами. Но до начала соревнований, более того, когда я играл в матч с званием чемпиона мира, первый матч в 79-м году, там дошло до абсурда, где-то перед седьмой партией я просто звонил в Москву, говорил, что я не выйду на седьмую партию, пока не буду знать, какой приз я получу. То есть я знал, какой приз дают организаторы, но я не знал, какую часть приза мне выделит спорткомитет СССР. Итак, какой приз давали организаторы и сколько получили вы? Ну, призовой фонд где-то был порядка 50 тысяч долларов, а борьба шла за то, чтобы получить хотя бы 25% этого приза. То есть призовой фонд на двоих. Там, ну, я же не знал, проиграю, выиграю. Но дело в том, что спорткомитет СССР, они хотели просто менять на рубли, доллары на рубли, и таким образом, фактически... Валютчики, короче, мелкие. Да, можно сказать так. Оставляли спортсмены ни с чем. Вот так ведь было во всех видах спорта. Итак, вы четырежды чемпион мира. То есть в турнирах, которые пользуются огромным коммерческим спросом и имеют огромный коммерческий успех. За то, что вы стали четырежды чемпионом. Вот это материальное как-то отразилось на вашей судьбе? Ну, это отразилось... Получили ли вы хотя бы 25 процентов? 25 процентов я получал, да. Но, вы понимаете, тогда вообще было трудно с деньгами. Все это, конечно, попало вот под жернова вот этого времени. Короче, я думаю, вот это перестроечное время, оно многих спортсменов, так же, как и многих людей, оно оставило, можно сказать, ни с чем. Хотя я об этом времени не жалею. Потому что слишком много уродливов было тогда. Если я играл в матч за звание чемпиона мира и одновременно боролся со своим спорткомитетом, с одной стороны, мне давали понять, что проиграешь... Вообще ничего не получишь. Ну, ничего не получишь, и более того, еще и меры какие-то вполне возможны были. Но я имею в виду спорткомитет СССР. Со спорткомитетом Белоруссии проблем не было. А другие чемпионы мира, чемпионы мира, которые африканские, голландские, они обеспеченные люди у себя в странах? Ну, голландские обеспеченные. Они заним... Это их бизнес? Благодаря шашкам. Может быть, они обеспечены не столько за счет призов, сколько за счет того, что благодаря своим успехам они могли заниматься рекламой, какими-то другими делами. На сегодняшний день наши шашисты и вы лично, если это считается в принципе очень некорректным вопросом, вы можете не отвечать. Вы в состоянии обеспечить себя, свою семью только шашками? Сейчас? Сейчас, конечно, проблема именно для меня, потому что у меня прошел пик успехов. То есть, если у меня будут такие же успехи, как были раньше, но я не думаю, что это будет. Сейчас это очень трудно. Дорогие друзья, мы вернемся к вам через минуту, напоминая наш гость, международный гроссмейстер Анатолий Гантварк. Одной из самых скандальных подей у свете шашек была история 1987 года. Анатолий Гантварк был одним из первых, кто сумел открыто выступить в супредсомоуправство спорткомитета СССР. В 1988 году у газете «Комсомольская правда» от 10 лютого у артикуля «Шашки на голо» заслуженный тренер СССР Вирны обвиновать у Гантварга Утым, что, будучи человеком акторитетным и властным, он влияет на ход турнирной борьбы. Его волю исполняют и другие шашисты, чиня препятствия неугодным и выводя на нужные места своих. В подставы делях этой заявы было поражение харкалского гроссмейстера Вадима Вирна у чемпионата Европы. Только 24-го снежня 1988 года у «Комсомольской правде» промелькнуло маленькое поведомление об тем, что Свердловский районный суд города Москвы разглядел гражданский иск Гантварга до редакции и автора артикула «Шашки нагала» об обороне гонору и водности и вырышил «Светки у артикули не супадают с рычаисностью». Редакция и автор артикула приносит Гантваргу свое пробачение. История стала одним из первых прецедентов, и она дозволила говорить открыто об серьезных разноголосиях, которые существуют помеж функционерами от спорта и спортсменами. В шашках я не знаю, то есть я профан, честно говоря, в этой игре, но я прекрасно знаю, что, скажем, можно отдать одну шашку, две шашки для того, чтобы выиграть потом 3-4 или больше. Скажите, если переносить это правило в жизнь, что это? Компромисс, скажем, сделка с собственными какими-нибудь принципами? Как часто вам по жизни приходится отдавать шашки? Я, конечно, не могу быть благодарен вам за этот вопрос. Я буду благодарен вам за ответ. Я думаю, что вряд ли вы найдете человек, который в жизни ни разу не шел на компромиссы. У нас в прошлой передаче был гость, который сказал, что никогда в жизни он этого не был. Нет, но этого не может быть. Я думаю, более того, есть компромиссы во благо. То есть, конечно, все наше воспитание, в принципе, со школы, в общем-то, литературные какие-то образцы, нас, конечно, воспитывали в духе честности. Но когда выходишь в какой-то другой мир, то выясняется, что все как-то не так. А иногда просто могут быть смешные. Знаете, я как-то выступал в пионерском лагере. И там отдыхали дети из Польши, из Чехословакии, из сот стран. У нас есть международные шашки, это все играют странные. И в каждой стране есть 64-клеточные с разными правилами. Закончив выступление, я перешел к сеансу одновременной игры и сказал, что я могу сыграть по правилам каждой страны. Для меня нет проблем. Я профессионал. И вот я начинаю играть, подхожу, два парня расставили как-то шашки, я такого не встречал. Я говорю, а по какой системе вы собираетесь играть? Они говорят, в Чапаева. Ну, это уже было слишком. Тут я говорю, извините, в это я не играю. Значит, вы говорили, неправду, значит, вы нас обманули. Вы же сказали, что вы играете во все системы. Ну, пришлось согласиться, что я сказал неправду. Значит, вы понимаете разные ситуации, и я думаю, что компромиссы в жизни необходимы. Хотя, я считаю, что я сам лично очень много сил потерял, и напрасно, именно вот в борьбе с такими непорядочными людьми. И я лично очень доволен, что время изменилось, и у нас теперь есть Белорусская Федерация. Не надо зависеть от московских дел, от этих дрязг, склок, которые, в общем-то, вот именно из Москвы шли вот эти дела, которые иногда толкали на компромиссы прощают. Короче, как это сейчас националисты называют москальские штучки, да? Вы, когда стали чемпионом мира, вы не вкусили там в полной степени народной популярности, вы были популярны в шахматных шашечных кругах. Вас узнавали на улице, когда вы стали чемпионом мира? Ну, вы знаете, иногда узнавали просто фамилии, разные ситуации. Хотя, конечно, сильно придавать этому значение. Вы знаете, я вспоминаю историю с моим другом Михаилом Кацем, это известный тренер у нас, он тренировал женщин, чемпионок мира. Вот в Польше на женском чемпионате мира он как-то один день сильно расслабился, выпил, будем говорить, прямо... Ну, и женский чемпионат мира. Да, он не играл, он тренировал только. И вот на следующий день ему было очень плохо, он сразу побежал в бар, где есть пиво, чтобы снять. И вот он заходит и видит его состояние, бармен говорит, Кац, он говорит, Кац. Он ему быстренько пиво, значит, он выпил, пошел опять плохо, он в другой бар, опять смотрит бармен на него, другой уже говорит, Кац, Кац. и он подумал, что такое, меня знают вообще в каждом баре, я так популярен даже в Польше. Потом выяснилось, что Кац, это по-польски это состояние такое, знаете, когда человек себя плохо чувствует после пьянки, состояние перед похмельем. Так что, вы знаете, вот бывает популярность. Скажите, ну вот, а когда вы, скажем, знакомились со своей женой, она знала, что вы выдающийся шашист? Я вообще рано женился, я не помню, я в тот момент был, но она сама играла в шашки, так что... Ну, а так вот у вас не бывает их семейный досуг, дорогая, давай-ка сыгранем в шашечки. В тот момент она, конечно, пыталась со мной играть, но это было ей интересно, мне, конечно, это было совсем не интересно. Ну, игра была такая, допустим, из десяти партий она одну ничью сделает или нет. Как сейчас выглядит ваша семья? Кто это? Кто вас ждет дома? Жена. Жена и у меня дочь, но дочь сейчас учится в Голландии, в университете, поэтому ждет только жена. Ясно, большое спасибо. Дорогие друзья, мы вернемся к вам через минуту, напоминая наш гость международный гроссмейстер Анатолий Гантварк. Анатолий Абрамович, а сейчас я вот как в Блицик, где дается пять минут на размышления, то есть очень хотел бы задать вам с дюжином очень коротких ответов, на которые, в общем, нельзя практически тратить время. Да, нет и красно-зеленый. Вы получали приглашение остаться за рубежом? Нет. Самая дорогая вам победа в шашках? Первый чемпионат мира, который я выиграл. Что вы предпочитаете пить на шашечных банкетах, крепкие или легкие спиртные напитки? Крепкие. У Остапа Бендера был такой памятный бросок в лицо противника. Скажите, было ли в вашей жизни что-нибудь подобное? Ну, что-то подобное было, причем, с моей стороны, о чем мне вспоминать, конечно, не хотелось. Я думаю, еще неприятнее вспоминать тому, в кого вы бросили. Охота или рыбалка вам больше всего нравится? Ни то, ни другое. А что вас раздражает больше всего окружающие и вот сегодня у вас действительность? Ой, многое. Вы не любите играть в шахматы? Нет. Вам хочется иметь в частной собственности землю, участок леса или участок речушки? Нет. Самая дорогая вам вещь в вашем доме? Я думаю, вещь, напоминающая первой победе в чемпионате мира. Как вы выходили из партии? Я не был в партии. Какой из городов мира произвел на вас самое сильное впечатление? Венеция. Вам удалось какого-нибудь гонорара приобрести себе машину? Удалось. Это шашечный гонорар? Да, удалось. А какой это был чемпионат? Это когда я выиграл звание чемпиона мира в матче четвертый раз. А какую газету вы читаете перед сном? Ну, конкретную назвать не могу. Но обычно читаю, да. Сколько в вашем доме комплектов игры в шашки? Несколько. А еще одна ваша цитата. с возрастом ловить на варианты, то есть выискивать коварные дебютные варианты становится менее интересно. Дебют сыгран, видимо, уже. Как много вариантов дальнейшей вашей игры? Игры по жизни? я думаю, что один-два, не больше. Большое спасибо. Дорогие друзья, мы вернемся через минуту. Наш гость, международный гроссмейстер, четырехкратный чемпион мира Анатолий Гантлорк. Мне очень сложно с вами разговаривать, вы знаете, что больше за все боюсь, это пойти на пенсию. Сашка мне посоветовал, прими стакан и приезжай. В таком случае, я могу сказать, что вы сейчас делаете популярность на мне. А что до этой усмешки, конечно, я могу усмехнуться, а лучше за все быть самим собой. Не нужна водка, не нужны наркотики. Сперва меня вообще женщины не любили. У эфира? Да, у эфира, да, карамболь, да, ток-шоу карамболь. Полгодины сумной размовы. Карамболь, ток-шоу. В восточной философии существует много способов познать этот мир. Это может быть путь воина, путь учителя, путь философа. Скажите, а что вы узнали об этом мире, занимаясь шашками? Я думаю, что я узнал достаточно много и вообще говоря, если были, если говорить как бы о тактике, то было много приятного и я благодарен в общем-то шашеному спорту, что я много познал в жизни. Но вообще говоря, стратегически, если говорить вот более общие какие-то моменты, то было немало разочарований. Даже принципиально больше было разочарований, чем таких радостей. Во время игры вы испытываете достаточно сильное нервное напряжение. Что вам помогает снять после игры стресс? Вы знаете, это зависит от степени стресса. Раньше я занимался автотренингом и использовал автотренинг для снятия стресса. Но вы знаете, иногда, когда я проиграл, я помню очень важную партию в матче за звание чемпиона мира, и я пытался снять, и никак не получалось, и мне помогла бутылка зубровки. Скажите, пожалуйста, были ли в вашей жизни не только в шашках победы, о которых вы сожалеете, или проигрыши, которыми вы оставались довольны? Были, конечно. Один проигрыш, я помню, проигрыш, которым я был доволен. Это было чисто лично, и сейчас долго рассказывать. Победы, которыми я был огорчен. Ну, наверное, были. Мы помним скандал вокруг матча Карпов-Каспаров, когда в это дело, как выяснилось, вмешивались не только партийные органы, но и КГБ. Скажите, а вы сталкивались со спецслужбами, скажем, нашей страны бывшей, или других стран во время чемпионатов мира и других игр? Я даже уже, ну, не говоря о спецслужбах, а вот другой момент, когда вы, может быть, помните всю эту историю вокруг матча Карпов-Корченой, когда психологи там работали, как будто бы оказывали большое влияние. И я потом, когда играл первый матч, и у Карпа обычно был психологом, одним из психологов, Кроги, вот такой известный гроссмейстер, доктор наук, именно психолог, я не знаю, как это назвать. я к нему обратился, потому что он как раз работал в спорткомитете и спросил, что это все значит. Говорит, все это просто для того, чтобы как-то противника выводить из себя. Не знаю, насколько правдив был его ответ. Поэтому, конечно, что-то было, но больше шума, чем на самом деле. А какой вопрос, или кто из задававших вопрос понравился вам больше всего? Вот первый вопрос. Сарабас Валерий, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. Поздравляю вас. Что ж, большое спасибо вам за то, что вы нашли время на это интервью. Благодарю нашу сегодняшнюю аудиторию. Дорогие друзья, гостем нашей сегодняшней программы был четырехкратный чемпион мира по шашкам, международный гроссмейстер, гордость нашей маленькой страны Анатолий Гантворк. Мы встретимся с вами через две недели. Будьте здоровы.